Тем, кто не установил счетчики, придется платить больше. Изменения в правилах предоставления услуг постановления правительства за номером 603 гласит о том, что с 1 июля этого года меняется коэффициент оплаты. У нас с 1 января пошел один коэффициент, сейчас до конца 2016 года 1,4. С 1 января 2017 года у нас уже будет 1,5. Поэтому хотелось бы, чтобы люди правильно понимали, что каждый должен платить за свой потребленный ресурс. Таким образом, за тот же установленный норматив теперь придется платить в полтора раза больше. И это наверняка не предел. Рано или поздно законодатель все равно заставит всех поставить счетчики. А тех, кто сегодня платит по нормативу, насчитывается порядка 20 тысяч лицевых счетов. Правда, в законе есть и оговорки, а именно техническая возможность установки счетчика. Есть понятие технической возможности установки индивидуального прибора учета без реконструкции инженерных систем. Что подразумевает реконструкция? То есть, когда есть поквартирная разводка системы водоснабжения, холодного, горячего водоснабжения и электроснабжения. Есть дома, в которых исторически стояки стоят и отвода нет. И нет возможности. То есть, кран в стену входит ровно настолько, что ровно только смеситель ставится. То есть, туда нет технической возможности, нет вот этого места, куда можно было бы поставить прибор учета. Безусловно, отсутствует техническая возможность. То есть, это старый жилой фонд, это центральные наши маленькие дома по Ленина, 8-12-ти квартирные. Мы их все знаем. Туда коэффициенты применяться не будут. И подобные технические нюансы учитываются в законе. Их немало. То же самое относится и к общедомовым приборам учета. Если он отсутствует без обозначенных на это в законе технических причин, будет применяться коэффициент. Все дома, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета отопления, потому что отопление у нас самый дорогостоящий ресурс. Также применять расчет платы за отопление по нормативу с применением коэффициента. Но вопрос сложный. Вопрос очень... И установка общедомового прибора дорогостоящая очень. И нужны техусловия. И нужно смотреть техническую возможность. Проект готовить на установку общедомового прибора учета. Дальше работы, монтажные работы. И все это очень дорого. Поэтому мы знаем, что цены очень сильно подорожали с прошлого года. Если установка общедомового прибора по отоплению на девятиэтажку у нас стоила 120 тысяч, сейчас уже 180. А то и 220. Поэтому понятно, что время расходов лежит на собственниках помещений. Понятно, что собственники должны провести общее собрание для принятия решения об установке прибора учета. Да, мы его приняли решение установить. И определить порядок оплаты расходов. В общем, считать каждый киловатт электроэнергии или использованный куб воды все равно придется. И другого пути государство не видит.